Мы помним о Михаиле и о всех политзаключенных и поддерживаем, и требуем их скорейшего выхода на свободу. Но Путин это не российское государство, и только небольшая кучка людей, которые захватили власть. Это не государство. Российское государство как раз в большинстве своем сейчас поддерживает Федорковского. Они избавились от него, потому что его боятся, потому что он имеет сейчас большой авторитет в обществе, и поэтому его второй раз, и в третий, наверное, попытаются взять какой-то срок надуманный. Но власти у них от такого количества денег крышу сорвало. Зачем одному человеку 28 резиденций в стране? Зачем? Никто не задает вопросы ни из Думы, ни из Следственного комитета. Всех по барабану. Сегодня исполнилось Михаилу Ходорковскому 49 лет. И вот мы пришли все вместе. В 7 часов мы пойдем на центральный телеграмм, дадим все вместе ему телеграмму. Поздравим ему, пожелаем ему, чтобы он быстрее, конечно, освободился и встретился со своими родными, с близкими, с мамой, с детьми. Сколько можно сидеть? 9 лет сидеть. Но не может же он лично сидеть, правда? Я написала, надеюсь, в таком кратком телеграммном виде Михаил Борисович все равно поймет. Я написала, что, во-первых, я поздравляю его, что я им восхищаюсь. Я восхищаюсь его достоинством, которое он все это время демонстрировал нам. И я желаю ему своей свободы, своей такой простой свободы, что вот я не в заключении нахожусь. А себе я желаю его свободы, той свободы, которую у него не смогли отнять, которую он обладает, даже сидя в тюрьме. Я считаю, что это дорогого стоит. Субтитры создавал DimaTorzok